О том, что в Анапе есть дайвинг-клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья, Артём узнал 4 года назад из журнала. Это стало решающим аргументом. Из республики Коми он переехал в наш город. Своё первое погружение вспоминает до сих пор. Ощущения такие были непередаваемы, можно сказать. Очень паниковал первое время, то, что как с водой купались раньше в речке в детстве тоже. Но такого ощущения, как с дайвингом, с аквалангами, таких ощущений, конечно, не передать, можно сказать, словами. Невесомость такая. Для тела это очень полезно. Именно в нашем положении. Ну и посмотреть, что там. На словах тоже всё не выскажу. Как говорит Артём, за два года страх перед открытой водой окончательно отступил. Пришло время попробовать свои силы на краевых и всероссийских состязаниях. В этом году четверо анапских парадайверов взяли бронзу первенства на кубок регионального отделения ДОСАОВ. Дистанция состояла из трёх этапов. Эстафета – один из самых сложных. На дно бассейна устанавливались два кольца. Участникам необходимо было проплыть сквозь препятствия, не задев бортики бассейна. По словам пловцов, призовое место им помогли занять опытные инструкторы. Ребята сами пригласили иностранных специалистов, научились этой методике, приняли их опыт. И теперь с этой программой Акваглобус, фонд содействия государственной программы «Доступная среда» идёт впереди планеты всей. Сейчас дайверы проводят теоретические занятия и готовятся к летнему сезону. Зимой из-за низкой температуры они сталкиваются с трудностями при проведении практических тренировок. Как руководитель команды я должен сказать, что из года в год наше мастерство растёт, мы наращиваем наш спортивный потенциал. Но на самом деле, к сожалению, ситуация у нас обстоит очень-очень плачевно, потому что мы не имеем своей тренировочной базы. Мы тренируемся только в летний период времени, и то не всегда это получается делать, поскольку клуб ведёт коммерческую деятельность. Наши ребята все работают, работают в клубе, работают на предприятиях города, занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью. И летом не всегда получается тренироваться. Поэтому возможность тренироваться только в межсезонье, либо осенью, либо весной. Руководство клуба ищет спонсоров, чтобы приобрести свою тренировочную базу. В этом году клуб «Акваглобус» отметил своё 20-летие. Он активно сотрудничает с фондом «Доступная среда». Уже весной в дайвинг-центре от теоретических занятий перейдут к практике. А значит, ещё у нескольких детей, которые нуждаются в реабилитации, откроются безграничные возможности увидеть все краски подводного мира. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.